Официально всем говорю здравствуйте. Очень приятно всех видеть. Я хочу предупредить, что на следующей неделе меня не будет. У нас будет Лимун в Аждоде. И там меня просили несколько лекций протеть. В том числе начинается вот четверг. Поэтому, если может быть получится, может быть я вас подключу на лекцию, если хотите. Это совсем не про монету будет, а про машину времени. Про влияние прошлого на будущее. Возможно такое или нет. В связи с Талмудом, и философией, и физикой. Сейчас мы начнем или продолжим нашу тему. Поскольку, возможно, кто-то к нам посоединился в Фейсбуке. Вообще не знает, о чем мы здесь говорим. Я пару слов скажу. И мне кажется, в поисках очень емкого определения, чем же мы здесь занимались все это время, я определила это приблизительно так. Свобода, воля, творение и несовершенство мира – это две вещи, связанные друг с другом по монету очень сильно. Как бы две стороны одной и той же не дали, не существуете, независимо одно от другого. И мир стал несовершенен именно потому, что Всевышний оставил мирозданию свободу воли, а с другой стороны, именно то, что мир стал несовершенен, позволяет человеку проявить свою свободу выбора в мире несовершенном, в котором есть что делать, в котором на него воздушна определенная функция. И это как бы база, на которой мы все время находились и разбирали первую главу Берешит в аспекте несовершенства мира, который там проявилось в творении, какой-то несет смысл именно для человека. Я хотела сегодня немножко коснуться того, что мы раньше изучали про то, вот именно каким образом творец конструировал мир, то, что называется этап созидания. Нет творения, первоначальное, моментальное, в котором все было сотворено, а именно уже конструкция самого мира, созидания, о котором мы говорили потом. И там мы говорили, что во всех днях творения мы видели четыре этапа. Первый этап – это некое, то, что Монету называет воля и мысль Бога. То есть это две вещи, которые во Всевышнем невозможно отделить – волю и мысль. Второй этап – это планирование того, что надо сделать. Третье – это само действие, как оно сделано. И четвертое – это оценка. И вот эти… я все-таки слышно, да? У кого-то включен… Я выключил, нет проблем. Михаил из Грузии, я его вырубил временно, пока. Вот. Хотела я сегодня немножко вернуться к этим вещам и добавить немножко… Чего дальше? Опять же, вот этих четырех этапов с каббалистическими терминами, с каббалистическими представлениями. Отойдем немножко от Монету, потому что его представление, оно очень близко к каких-то базовых вещах, к представлениям Рава Кука. И я хочу привести слова Рава Кука, который он пишет в книге такой, посвященной святости, наиболее такой возвышенной книге «Орота Кодыш». И там он говорит, что развитие науки, которое в последние столетия происходит, и параллельное развитие философии – это не случайная вещь, что одно стимулирует другое. Развитие науки сегодня не только в сумме знаний, конечно, есть очень много знаний и техники, которые на их основе, но еще в ее распространенности. Несмотря на то, что то, что знает сегодня ученик про атомы и молекулы, оно может быть очень далеко от того, что знают сегодня ученые, но все равно эти вещи, включая теорию относительности Эйнштейна, и даже теорию струн, кто-то что-то про это слышал. То есть они стали доступны человечеству, доступны школьникам на всяком уровне. Это не то, что было во времена Платона и Аристотеля, когда это было наследием только продвинутых очень мудрецов. И то же самое сегодня происходит и с философией, и с Кабалой. Хотя там глубины Кабалы, ее тайные смыслы, ее возвышенный такой как бы уровень, он действительно, так же, как и теория струн, к примеру, в физике, она доступна только очень продвинутым пользователям, скажем так, большим учеными или крупным кабалистам. Но на уровне общего знания, общего развития, Кабаладе сегодня ни для кого не секрет. Все совершенно спокойно на любом уровне слышат такие понятия, как цим-цум, то есть редукция божественного света, которую мы здесь упоминали, сферот, то есть эти вот основы мироздания, как некоторых главных ее аспектов, его конструкции. И так далее, и так далее. И мы поэтому не можем совсем без, тем более, что Маниту развивает свое учение «Основываясь на Кабале», объясняет Сару, имея на своем фоне вот это кабалистическое знание. Очень интересно посмотреть, насколько вот эти вот четыре этапа, они отражают также и дерево сферот. Дерево сферот, на самом деле, с одной стороны, это совершенно нормальная такая, этот подход четырехэтапный, это совершенно нормальная конструкция, когда человек что-то делает, хотя применение к Всевышнему немного иначе, но тем не менее, они очень похожи. Сначала у меня есть такое, какое-то желание создать, например, сотворить. Желание и мысль, может быть, о конечном результате, вот, может быть, это у человека больше разделено, чем у Бога. Но тем не менее, дальше я начинаю свое планирование, дальше я начинаю эту реализацию, и потом уже есть какой-то выход наружу его творения, то есть оценка его мною, миром и так далее. И вот эти самые четыре этапа, которые есть, и подчеркнут в первой главе «Бытия», если читать его внимательно, что там в каждом дне есть вот эти четыре этапа, они же соответствуют дерево сферот в определенном смысле. Просто это для общего представления. Мне кажется, интересное такое замечание, когда воля Всевышнего и общий замысел соответствуют Кетеру, потому что обычно идентифицируют с волей Всевышнего. Хохма и бина – это уровень планирования, то есть разный уровень хохма – это как бы задумка общих вещей, а бина – это понимать вещи, сколько вещей, то есть более подробное представление, как оно. Ну, это так очень упрощается. И то, и другое, тем не менее, относятся к области планирования. Ну, точно так же, как папа и мама, беременность, все еще только планируется, еще не соединилась, или только идет к соединению вот этого вот их порождения. Дальше идут у нас 7-6, в данном случае 6 или 7, в зависимости от того, как мы считаем, 6 нижних сферот, которые называются заэранди, то есть более нижний круг такой, который обычно отождествляется с аспектами мироздания, с нашими свойствами души и так далее. То есть это то, что относится к этому миру. И это именно оно и есть, то есть реализация. Но после реализации у нас есть последняя сфера, которая называется Малфут, и из нее уже реализуется, вот выходит творение реальное. И оно, это совпадает с оценкой философии. То есть оценить можно только, когда это оно реализовалось. То есть это три как бы различных взгляда на вот эту вот схему. С одной стороны, это логическая схема, которая вполне логично ложится на наше представление о том, как что-то создается. Нами тоже. Ну и с другой стороны, это так, как описывает первая глава творения Всевышнего. И мы можем это с собой сопоставить. И с третьей стороны, более детально ее разбирает дерево сферот в кабале, и их отношение, этих трех планов, оно дает нам такую, мне кажется, объемную картинку. Это вот очередное предисловие. И после этого мы перейдем к нашим... Я сейчас открою эту самую... Нашу главу седьмую. Я ее притрала. Шоу, Windows. Всегда у меня их полно, некуда. Просто не знаю, где его взять. План или на. Уф. Ну что ж так... А, вот надо... Низь прокрутить. Извините. О, вот она. Мне кажется, в прошлый раз дохи до суда. И до этого я напомню вкратце, что говорил... Манитуа отождествляет два взгляда на мир. Религиозный, скажем так, условный и нерелигиозный. Мир слома и мир битва. Ваус, философия называется антропоморфной. И... Антропоцентрический. Так, я антропоцентрический человек в центре, правильно? Короче, мы возвращаемся к тому, что человек стоит перед выбором одной из двух систем. И это базовый выбор. Кого поставить в центр, определяет потом уже многое другое. Дальше могут быть различные варианты у разных философов. Насколько человек стоит в центре. Может быть, немножко мир в центре иногда. И так далее. Насколько он действительно центр мироздания. У каждого философа это происходит как-то по-своему. Но... Именно вот выбор, кого поставить в центр мироздания, определяет потом отношение к мирозданию. Отношение к человеку, к миру. Как он видит это. И вот об этом говорит Маниту. Он говорит, что... Что мы видим перед собой? Нет противоречия между естественным детерминизмом и свободой выбора. Почему? Это подтверждается тем, что евреи, знакомые с концепцией откровения, знают, что за естественным детерминизмом существует творец. То есть мы видим картину мира детерминизмом. Нам по всем опытам научным, все они показывают, что из определенных условий всегда следуют одни и те же следствия. То есть мир как бы определен. Никакой внешней свободы здесь нет. Это так кажется. Но я знаю концепцию откровения. И за этим вот внешним фасадом, который кажется, что он работает только по законам природы, тем не менее существует откровение. И находится он, этот творец, в физической реальности. То он действует в этой физической реальности, при том, что фасады его, внешний вид детерминизм. Это знание основано на том, что содержание библейского послания было открыто и передано нам непосредственно через пророчество. То есть только через пророчество, на самом деле, мы можем постичь, что это или понять, или узнать, что этот детерминизм – это только внешняя сторона. И что за всем этим кроется творец, существующий в нашем мире. Тара говорит что-то только тому, кто способен ее услышать. При этом, если я готов заранее принять то, что Тара мне говорит, если я готов принять концепцию откровения, как говорит Мониту, тому, кто достиг границ естественного и человеческого мышления. То есть я переработал все, что я знаю про естественное, логичное, как мир устроен. И я вижу, что это знание ограничено, что есть что-то еще, я чувствую, что есть что-то еще за этим. И тогда я готов принять откровение Тары. Понятие откровения указывает на то, что было скрыто, а потом проявилось. То есть вот это присутствие Бога, оно скрыто в мире, но у него есть возможность проявиться. Если бы человек был способен сам понять это, не было бы нужды в откровении. То есть в реальности у нас возникает такая ситуация, что человек не способен сам понять. Насколько это не способен, действительно не способен. Или это следствие ограниченности человека, ограниченности мира, несовершенства мира. Того, что мы всегда не дотягиваем, не способны сами прийти к этой идее. И так было запланировано. С одной стороны, как бы это задним числом. Но не способен человек понять, творец ему это объяснит. С другой стороны, это запрограммировано в творении, что должно быть откровение. Должна быть возможность связи с Творцом. Человек не может без него в этом мире. И даже когда он видит, и когда он доходит до граммит вот этого естественного познания, когда он понимает, что невозможно все, что он ощущает, описать только в терминах естественно-научных, тогда он нуждается в этом откровении. Второй раскрывает и передает нам только то, что мы не можем понять и узнать сами. Мы не можем понять идею Творца, который создал человека с определенной целью, и который дал ему свободный выбор, служить этой цели или нет. Пока я этого не знаю наверняка, пока я не могу прийти к этой идее сам. Я не могу это решить для себя наверняка без откровения. Поэтому вопрос, свободен ли я, сужается. Вообще говоря, для человека, который верит в детерминист хемир, у него нет места для свободы. То есть все определяется движением электронных мозгов, молекул, гормонов и прочих дел. И тут нету как бы места для свободы. И возникает вопрос, свободен ли я, да? Для человека, который верит в откровение, этот вопрос не стоит. У него вопрос стоит по-другому. Мониту говорит вопрос, который нужно поставить в основу обсуждения, как я должен использовать свой выбор. Однако есть некоторые, даже верующие люди, которые не могут ответить себе однозначно на вопрос свободы. Есть некоторые философские, религиозные доктрины и крысидские доктрины, в том числе, которые фактически сводятся к тому, что у человека нет свободы выбора. Это оставим в ступне. Ну, и результат такой, по словам Мониту. Поэтому они никогда не могут освободиться для того, чтобы использовать свою свободу. Вот это представление о том, что вообще говоря, реально у меня свободы выбора нету, что все как бы, неважно, я верующий человек, но мир детерминирован, и Всевышний тоже им управляет сильной рукой, и место для свободы выбора человека не оставит. И поэтому он не может использовать свою свободу, если он так видит мир. В этом есть некоторая проблема. Но Мониту видеть не так. Да и Монита — это суть творения в том, что человек может использовать свободу выбора. Первый главы, вторые поднимают основные вопросы, такие как, кто такой творец и творение, в чем суть свободы выбора, с каких пор он существует в мире, и кто свободен выбирать. То, что мы видели, вроде бы у всего мироздания была свобода выбора. С самого начала творения, даже с момента создания света, он выбрал то, что надо. А дальше более сомнительно. И каким образом свобода выбора возникает у человека? Может ли влияние среды изменить выбор? На каком этапе создания происходит это изменение? И так далее. То есть все эти вопросы, они ключевые в первой главе книги Биттия. Вторая начинается разборная именно этих вопросов, потому что главный компонент, который отличает человека в этом мире, — это свободный выбор. Я хочу на этот... Или на языке тары моральная способность человека различать добро и зло, и выбирать добро. Как это написано во второзаконии? Смотри, предложила тебе сегодня жизнь и добро, и смерть и зло. Жизнь и смерть предложила тебе благословение и проклятие. Избери же жизнь. Остановимся на этой точке, да? Есть какие-то мысли, вопросы? Ура! Я просто хотела спросить, что это понятно, что если человек религиозный, то, собственно, все, в чем разница, это в его выборе, да? То есть ты все равно, в конце концов, делаешь просто выбор. Ну, как вот мы всегда говорим, ты же не можешь доказать существование Бога, там, логическим или еще каким-то... Да. Ну, вот я сейчас все сделаю и думаю, почему-то люди, которые вот основываются, там, на логических выводах, на материализме, допустим, да, который выходит из этого, они почему-то, вроде как, детерминизм не дает тебе свободы выбора, но они почему-то считают, что человек свободен. Вот откуда берется у человека такое ощущение? Это просто не логичность. Да, да, вот это именно... Сейчас мы дальше, вот как раз именно про это и будет говорить монету. Это интересно, да. Когда человек вот... Это такой знак, что вы правильно все понимаете, если вы предсказываете то, что дальше у нас должно быть. Именно в этом и суть, да. Сейчас мы это прочтем в тексте, что с одной стороны, ниоткуда взяться в мире свободы выбора. Ниоткуда. Все детерминированно. Все в мозгах, там, все наши поступки определяются гормонами или, там, предыдущими воспитаниями, влияниями, опытом. Это все верно. Это все влияет. Но, кроме того, есть у меня ощущение такое, что я свободна. Которое противоречит всему этому, правда? И вот это ловушка, в которую впадает философ. Нерелигиозный. С одной стороны, мир совершенно детерминирован. И что влияет на человека, там, вот, недавно, как раз в Фейсбуке, Лева Китровский объяснял, что вообще все уже объяснили. Там, всем, что происходит в мозгах, и преступления, и отклонения, и грехи, и так далее, как это все происходит. Ну, я не помню, что-то в таком быте. Как бы все известно, откуда оно исходит, и как оно происходит. И, больше того, я интересную очень лекцию слушала недавно. Вот именно в кафе ДАК, на который я хожу. Там человек, который занимается исследованием, он совместно с физикой, занимается исследованием мозга. И нашли некоторую вещь, измеряли, ну, давали какую-то команду студентам, да, и потом спросили его зафиксировать, в какой момент он принял решение так поступить головой. Ему говорят, встань, встаю, да. То есть в голове происходит некоторое решение встать. И он этот момент зафиксировал. И они нашли в мозгах, что движение, это начинается, что вот этот сигнал на вставание, он начинается раньше, чем осознанное решение что-то сделать. То есть от этого пришли к выводу, что нет никакой свободы выбора. Где-то там какие-то гормоны работают, поступает какой-то сигнал, и человек реализует это дело. Ему кажется, что он захотел, но решение принято до этого. Как собака Павла получается. Как собака Павла получается. Как собака Павла. Какие-то внешние раздражители приводят к тому, что в мозгах неосознанно какое-то решение. Это длинная лекция, я только-то передаю ее как бы общее содержание. Человек неосознанно принимает решение, он еще не знает, что он это сделает, но в мозгах уже есть сигнал о том, что поступает сигнал органам, например, двигаться, вставать и так далее, еще до того, как он решил это сделать. То есть как они это измеряют, это отдельный вопрос, но это они научились измерять. Но у него есть на это ответ, потрясающий ответ, который я хотела о нем рассказывать. Может, я не буду о нем рассказывать, это очень сложные мои лекции. То там тоже возникает такой вопрос, каким образом оказывается, что на молекулярном уровне будущее может влиять на прошлое. Это тоже есть в физике сегодняшнего дня, что на уровне частиц, на уровне молекул, поразительная вещь, оказывается, что то, что происходит после, оно влияет на то, что было до. И по его утверждениям в мозгах это работает так же, что принятое потом решение, вот через несколько секунд, оно влияет на создание вот этой волны, которая как бы фиксирует ее раньше. Это очень фантастическая такая штука. Я на это отвлеклась, потому что она была там очень интересна. Я тоже не хама видео посмотрела недавно на эту тему. Да? Интересно. И что там было? Ну, вот оно, к сожалению, на английском, поэтому я могу поделиться. Может быть, это тот же самый человек, я не знаю, потому что он... Не, оно более такое популярное, но насколько я могла своими мозгами понять, там тоже объясняется вот это, ну, вот эти последние изучения. Это у Итхаха Ройтмана там в комментариях. Что вот эти, ну, я не знаю, они не молекулы называются, они сейчас там по-другому. Да, они как бы зацикливаются, то есть они могут переходить как в прошлое, так и в будущее, тем самым... Да, да, есть разные теории сегодня на эту тему, да. И вот в голове такие странные вещи происходят. То есть были попытки использовать эти опыты, чтобы опровергнуть то, что есть свобода выбора, что как бы есть что-то внешнее, что влияет. Но на самом деле это не так. То есть есть внешнее много чего, но наш выбор, он определяет, что выходит. Какой из вариантов я выбрал, это влияет на прошлое. А так, изначально есть несколько вариантов выбора, но когда я выбрал, остальные как бы оказывается, что они и не работали. Ну давайте мы, поскольку я не шарю, теперь не это самое, будем слушать то, что я буду зачитывать. Но у вас, я вам оставляла же, отправляла этот файл, да? Да, у нас есть. Так что, и вот он, человек обладает способностью знать, что хорошо, а что плохо, и выбирать добро. Однако что-то мешает его естественному мышлению, и не дает человеку признать, что свобода выбора является самым существенным компонентом в его сущности. Свободный выбор ставит человека в уникальное положение в мире, но детерминированный мир не позволяет ему нарушить его правила. То есть он находится в конфликте. И если все предопределено и подчинено низбинным знакомым, то то же самое следует сказать и человеке, который является неотъемлемой частью природы в целом. А если у человека есть свобода выбора, то и у всей природы должен быть свободный выбор? Или нет? Это логическое противоречие, этот порочный круг не имеет решения в смысле в философском дискурсе. Поэтому естественное мышление оказывается в трагическом безвыходном положении. То есть человек, который, с одной стороны, не верит в Бога, а верит в абсолютный детерминизм природный. Есть еще божественный детерминизм, есть еще всякие другие виды детерминизма. Но мы сейчас говорим о самом простом естественном детерминизме. Если он в него верит, то как он может признавать, что у него есть свобода выбора? Философ, утверждающий, дальше я продолжаю читать, философ, утверждающий, что верит в свободу выбора человека, не может говорить этого как философ. Он это может утверждать как верующий человек. Иначе все философы признавали бы свободу выбора человека. А это не так. Есть, которые не признают. И наоборот, истинное философское мышление отвергает свободу выбора, которая несовместима с природой самого философского мышления. Но в то же самое время, основываясь на глубоком личном переживании, человек находит в своей душе идею свободы, что вынуждает его верить этому переживанию, исходящему из совершенно другой части его личности. То есть разумом он говорит, все запрограммировано, все механизм, все шестеренки. Одна крутит другую, и я бегу, там, выхожу на пробежку. Или нет, наоборот, не выхожу на пробежку, не важно. А с другой стороны, человек говорит, я свободный человек, у меня есть свобода выбора. Вот сейчас я надену кроссовки и побегу. И никто мне не помешает, никакие шестеренки. Я такой пример провожу из личной жизни, чтобы было понятно. Не хама. Да. А послушайте, а вдруг дело в том, что, ну, приходим мы все к одному и тому же, да? Но дело в том, что путей просто несколько у каждого. И выбора в выборе пути, может быть. Какой дорогой ты пойдешь к своему идеалу, к цели? Ну, смотри, Вика, это все правильно, да. Но человек может ошибиться. Иногда он пойдет длинным путем. Длинным путем тоже все равно. Ну, к примеру, я хочу, возьмем пробежку, это самый простой, что мне приходят. Если я сегодня не побегу, то мне придется на следующей неделе все начинать сначала, там, с двух километров, с одного километра. Я уже сегодня три не пробегу тогда. Понятно, то есть у меня путь удлинится к тому, что я хочу, да, пример, я не хочу этого, но я, например, хочу на марафон хотя бы пять пробежать, да? Но сейчас у меня пяти нет, у меня есть два. Если я хочу сегодня сделать три, следующее неделю четыре, а потом побежать в марафон пять, хорошо? К примеру. А если я сегодня пленюсь и не пойду, то я не смогу увеличивать дистанцию, мне будет это труднее. Это удлинит мой путь, к примеру. Но если я все-таки хочу добиться своего, я как-то этого добьюсь раньше или после. Это один вариант. А другой вариант, он говорит, я побегу сегодня к соседке Мане от жены, например. И ничего мне за это не будет. Это совсем другой вариант, понимаешь? Он никуда не хочет сделать марафон. Он никуда так не придет, кроме как он будет бегать туда-сюда, туда-сюда. Понимаешь, что я хочу сказать? Или это непонятно? То есть я хочу... Вика, тебя не слышно. Не слышно. Откуда будет задамкнутость движения? Туда-сюда. Откуда началось? А, потому что он никуда не хочет продвинуться. Он хочет оставаться там, где он есть. Ему удобно так. У него есть соседка Маня, у него есть жена. Он вышел за мусором отнести, сходил к соседке, потом вернулся домой. Или наоборот. Вышел там у соседки... Прочайшим путем. И пришел домой с чужим другом. В гармонии. И он никуда не идет, на самом деле. Это очень примитивно, то, что я говорю. А другой хочет найти истину, хочет найти свет. И он ищет. Допустим, там... Ну, не важно. Я не хочу пример с эзюльтером приводить. Он видит, что его ограничивают вот эти рамки. Например, Хаббад или... Или даже Датилуми. Он хочет больше святости. Ему кажется, что здесь пренебреждают какими-то вещами. Неважно. Он находится на каком-то пути. Он свернул в одну сторону. Там ему показалось узко. Он пошел в другую сторону. Там показалось слишком... Просторно. Он ищет и идет куда-то. А есть, который никуда ничего не ищет и никуда не идет. Ему так сказали в детстве. Он так старается делать. Я не хочу пренебрегать. Но вопрос в том, куда... Если человек хочет куда-то продвинуться, куда-то идти, пусть может оказаться длиннее и может оказаться короче. Это наше... А тут еще, знаете, Нихама, что... Это моя судьба. Это мой диалог со Всевышним. Это чрезвычайно важно. Я действительно куда-то хочу дойти. Я хочу прийти к нему. Я хочу сыграть в этом мире, в этой драме что-то важное. То, что он от меня хочет. То, что он от меня хочет услышать. А другой человек ничего такого не хочет. Ни о чем таком не думает. Он сегодня на завтра думает, как бы вкуснее поесть. И как бы сладче поспать. И сегодня у него... Он столько денег заработал. А завтра может еще... Понимаете? Это выбор не играть. Это выбор не участвовать. Это выбор не идти по его стопам. Это совсем другой выбор. И из этого это будет тупик. Он никуда не приходит при этом. Я даже не говорю про нерелигиозных людей. Я не знаю. Нерелигиозные люди тоже делают свой выбор. Не только в религии, но и в отношениях с людьми людьми. Потому что отношения с людьми это отражение отношений с Богом. Здесь со временем происходит влияние какое-то. Поэтому я не знаю, кому... Взаимодействие частиц. А? Взаимодействие частиц происходит постоянно между людьми. Нужно обязательно быть вместе. Нужно быть в коллективе, в количестве. Это отражение. Их много. И мы видим... Отражение в нашем отношении с Богом. Какие у меня отношения с ним, какие отношения с людьми. Не всегда это 100%. Иногда человек не отдает отчета в том, какие у него отношения с Богом. Может быть, отношения очень близкие, при том, что он не знает, что он в Бога верит. Бывает все. Нехама, на одной из лекций Рафаэон сказал, чем выше цель, которую ты хочешь достигнуть, тем больше областей жизни ты вынужден будешь затронуть, чтобы ее понять. То есть, чем выше цель, тем сильнее развитие. Да, это правда, конечно. Да, вот эта мысль... А у меня из этой мысли очень много выросло. Вот из этой вот мысли. Да, что цель должна быть невозможно высокой. То есть, как только можете себе представить, и тем интереснее будет ваш путь. Может, он будет длинным, ну и что? Но зато это опыт, это накопление, это знание. Да, это все правильно. Это все правильно. Да. Это конкретно по поводу выбора. Как мы себе это выбор представляем? Что мы выбираем? Так, Михаил из Тбилиси. У меня вопрос, когда я хочу что-либо, или это определенный мой выбор, но не получается в итоге, почему так бывает? Когда выбор блокируется? Это очень интересный вопрос. На это есть два ответа. Бог хочет нас направить в другую сторону. Он нам хочет намекнуть, что мы выбрали неправильно. У нас происходят неприятности, потому что что-то мы сделали не так. Это один вариант. Второй вариант. Бог нас испытывает, насколько мы действительно уверены, что мы этого хотим. Я хочу поехать в Израиль. Нам дает обер отказ. Я 7 лет сидела в отказ. То, что мне отказали в выезде. Я могла бы сказать, ну, наверное, это сигнал Всевышнего, что мне не нужно уезжать. А я так не сказала. Он хочет меня испытать. Сможем ли мы здесь держаться, работать, выполнять заповеди, стремиться в Израиль, несмотря ни на что. Я когда подала документы на выезд, один мой знакомый, Витя Фульмахст, учитель Леврита, который много лет уже сидел в отказе, это было такое время, когда никто не уезжал. Он мне сказал, ты должна понимать, что сейчас это просто, как это сказать по-русски, Адзхарат, Каванод. Слово забыла. Можешь перевести, Андрей, Адзхарат, Каванод, как это называется? Ты просто сообщаешь о своем, про возглашение собственных намерений. Да, вовсе никакой надежды на то, что тебя выпустят, абсолютно нет. И еще люди мне говорили, что вы о чем говорите, вы здесь ваши кости сгниют в России. Казалось, что все закрыто 100%. Но мое намерение, я считала, необходимо ли это провозгласить. Я собираюсь уезжать. А то, что нам сейчас не дают, это временные трудности, испытания всего. Поэтому всегда есть два ответа. И мы не знаем, какой из них правильный. Мы должны проверить себя, оттуда ли мы чего-то важного, необходимого. То, что Всевышний действительно заповедовал, то, что Он от нас хочет. Или это мое сиюминутное желание удовлетворить свои какие-то амбиции. Или свои низменные желания. Или еще что-то такое. Поэтому намеки, которые Бог нам посылает, они даны для того, чтобы блокировать какие-то наши действия. Что мы задумались, о том, правильно ли наши намерения. Что бы еще мы сказать могли? Натан, вы давно здесь? Я как-то... Да, я здесь... А, Натан, я танцевала. Катлер Афан, да нет. Он только... Я только подключился. Так я сразу увидела. Ладно. Так мы продолжим. Или кто-то... Вы слышали, что вы говорили? Может, что-то есть сказать? Это интересный был вопрос. Хотя не прямо связанный с тем, что мы обсуждали. Мне понравилось, Андрей, когда ты сказал правду про бной ног. Что мы обсуждали, что самое трудное – это сделать правильный выбор. Правильный. Мы же не знаем, то ли он испытывает, то ли я неправильно делаю. И Андрей сказал по аналогии со сталкером, что нам только остается забрасывать гаечку и идти на ощупь и пробовать, как бы, туда или не туда. Ну, нужно быть очень осторожным в этом смысле. Да? Да, совершенно... Очень похожий пример, когда ты приводила мне наш старый друг Миша Цуин, кстати, он был долго религиозным, а потом все бросил. То есть он с ним тоже такой... Похожий был пример. Мы, говорит, идем по болоту. Мы так пробуем ногой кочку, можно ступить или потом следующую кочку. И вдруг его куда-то затянуло. Я не знаю почему. Я не хочу о нем ничего плохого сказать. Мы долго лет... Много лет с ним не общались. Он живет в Америке. Ну, вот он тоже такой интересный. Мне запомнился этот образ, который он тогда привел. Очень похоже на эти гаечки. Ну, гаечки, болота, да. Но при этом там, в чем разница в «Сталкере», там мы идем по минному полю, как бы, там мы знаем кое-какие-то вещи, но мы не понимаем этого смысла. Мы случайно с крысом. Очень. Там есть этот вот золотой шар, да, по-моему, желание, которое исполнено. Очень трудно понять, почему так вот все там. Ну, он такой... Можно, пожалуйста, погромче немножко или подключать микрофон? Хорошо, попробуем поближе. Так лучше. Да, так лучше. То есть там это сложнее. Там у тебя нету тары, там у тебя нету никакого закона. Там все как бы ты должен... Он сталкер, он пытается все это понять из себя. Не всегда он стопроцентно в морали. И почему по таким странным путем он идет? Это вот модель этого контакта там, или как он называется, зоны, она не стопроцентно адекватна. И болото, да. Потому что, на самом деле, там, где мы идем по жизни, у нас есть указатели на дорогах. Мы не всегда написаны на понятном языке. Мы не всегда знаем, действительно ли это та самая Касриловка, в которую мы собираемся, или, может быть, она другая. Но нам проще, потому что у нас есть тара, у нас есть какие-то мудрецы, которые нас неоднократно наставляли. И нам есть на что опираться. Тоже ошибаемся, конечно. И на самом деле, я думаю, что очень важно человеку быть целиком правдивым самим собой. Потому что всегда, всегда во всем, и все даже самые правдивые люди, они себя обманывают. Очень хочется покоя, очень хочется спокойствия, очень хочется нормальной жизни, чтобы было как у всех. Чтобы... 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 Ну, не знаю. И ты... Сглаживаешь углы и говоришь, ну, пускай будет так. Ну, пускай это не совсем так. И пускай это не совсем честно. Но зато... Ну, зато, да? Это со всеми случается. И когда ты вот к этому обращаешься, к своему внутреннему чувству правдивости, к своему внутреннему я, ты должен найти путь. Это у Рава Кука есть про это, про пояс собственного я. Как все-все где-то поживут. Он, кстати, начинает там, по-моему, если они... Начинает он с человека, самого человека, снизу вверх к правдам и так далее, доходит до Луны там, и которая тоже как бы... Ну, в этом отрывке Луна там, когда она сказала, что не могут два царя под одной короной служить, а это как бы оценивает ее поступок в некотором смысле стремление к карьере, что-то такое неестественное, неправильное, неадекватное 100% миру, как его хочет видеть Всевышний. Политика. Ну, да. Политика, ей-богу. Вот. Нет, это, так сказать, это года, которые я уже приводила в один раз. Ее... Сколько философов ее не обсуждали и применяли ее к разным вещам, и видели в ней разные отражения. Потому что это то, что на небесах было ущемлено. Свет... Ну, тот же самый Цинцун, да? Оказался ограниченный. Свет, который приходит в мир в результате. В результате чего? Что испортилось? И один из ответов, это не обязательно всякий, вот что она не... фальшивила, что она устремилась за какими-то достижениями, мнимыми. Потому что основная мысль у Рава Куклы, что когда есть Всевышний, надо всем, он царит. И дальше не важно, кто там первый, первый там Луна или Солнце. И они могут быть, вполне могут... У них нет короны, короны у Бога. Они просто выполняют свои функции. Тут нет никакой конкуренции, тут не должно быть никаких стремлений, так сказать, ложных, внешних, выделиться, быть первым. И вот как бы в этом он видит источник, один из источников того, что все потом люди не могут найти собственное «я», но там много другого еще есть. И когда мы честны с собой совершенно, доходим до вот этой точки моего «я», то вещи проясняются. Интересно, куда тебе идти. Ты перестаешь уклоняться ложным богам, ты перестаешь идти за всякими ложными целями. Неважно, какие они будут, карьера или личное благополучие, или там наслаждение, или что-то такое. Миллион всего есть у человека, к чему он пытается его, как бы, что сбивает его с истинного пути. Его истинного «я». И вот это вот, знаете, это большая проблема, Андрей, правда, это не просто совершенно, но это путь к себе, ладно. И тогда, когда человек видит свое «я», у него уже нет вопроса о выборе. Он гораздо более ясен. Ну, Михаил, ну да, вы правильно пишете. Такие вещи, заранее запланированные богом, как часть плана Творца, да, чтобы служба не казалась медом, чтобы ты разобрался в себе и решил. Иногда это испытание, иногда это наказание, иногда это подсказка, куда идти. Если бы все было очевидно, то опять не было бы места для свободы выбора, правда же? Вот о чем мы говорим. Поэтому эта мировая драма, она такая сложная. Не мы ошибаемся. К сожалению. Что? Еще немножко прочтем, да? Никто не против? Философ или просто мыслящий человек, который опирается только на свой природный разум, каким бы изощренным он ни был, не сможет выйти за пределы атеистического и материалистического восприятия, отрицающего идею свободы выбора. То есть с точки зрения логики ее не должно быть. Но если он не ограничивается разумом, если он служит в свое сердце и осознает свои переживания, то в его жизни есть внутреннее противоречие и разочарование от невозможности его разрешить, трудно перенести. То есть, с одной стороны, он ощущает и осознает свое переживание, что у меня есть свобода выбора, отдает себе отчет, что она существует, что это что-то, что не согласуется со всеми остальными представлениями. И тогда он попадает в противоречие. Как его разрешить? Целью первой главы пятикнижья «Бытия» является рассказать о сотворении мира до сотворения человека и о том, как он изменился после сотворения человека. То есть мы видели, кем был мир и что происходило до сотворения. И потом, после сотворения, все изменилось. Человек не в состоянии до конца понять описание шести дней созидания. Но царая не пренебрегает этими описаниями. Она их все-таки приводит, да? И приводит их, чтобы мы могли понять концепцию субботы. Что изменилось? Что произошло в субботу? А именно, знаете, как начался мир? Тот мир, с которым проистекает твоя история как человека. Это был не мир, с которым мы знакомы в настоящем, в истории. Да исторический мир был творением или здоровым организмом. Брия, да? Брия, оно ассоциативно связано со словом здоровый, да? Борис. Обладающим свободой выбора. Но после сотворения человека его законы стали постоянными. Как мы это уже видели. То есть была свобода выбора у мироздания, и она сошла на нет. когда появился на сцене человек. Только тогда мир творения стал миром безличным, действующим в соответствии с законом. И это мешает человеку-мыслящему только естественными категориями прийти к идее о том, что в этом мире есть творец. Пока мы думаем только естественными категориями, нам трудно. Почему же тогда творец пошел на риск? Теперь основной вопрос, которым мы займемся в следующий раз. Почему творец пошел на риск? И ради субботы, ради того, чтобы уйти на покой в субботу, оставить мир как бы предоставлен как бы предоставлен самому себе, он подверг философу в опасности стать атеистом. То есть Бог, с одной стороны, хочет, чтобы мы увидели в мире его руку, чтобы мы поняли идею свободы выбора, чтобы мы жили, прожили свою жизнь в контакте с Всевышним, с пониманием, чего нас хочет. А с другой стороны, он создал, ввести у нас такой мир, где он не виден, где как бы действуют детерминистские законы. Или что ты хочешь от нас? Ты хочешь от нас, чтобы мы тебя открыли в мире, где ты невидим? Это же опасно. Придут философы и скажут, что тебе нет. Но все-таки была какая-то более важная цель, что ради этого так все было организовано. Я с вами теперь. Нехама, у меня один вопрос был. Да. я вот насчет сотворения хочу спросить. А понять, что Тора была сотворена до сотворения Чехолика и мира как вообще если она была дана на горе сильная. Вот всем понимают этот момент. А сколько это негде не напит в самой теории? Это мидраж. Мы должны понять, что мидражи надо понимать не в прямом смысле этого слова. Мы уже здесь говорили, что никакого до не было. Правда? Время начинается с момента сотворения. Это же нам намекает и буква В, которая открыта в одну сторону. Творение происходит в единый миг, возникает время, возникает вся материя, потом есть только созидание, только изменение этой материи. Что же означает, что Тора была создана в Духу? Это Дон не физическое изменение. Это не физическое время. Представим себе писателя, который пишет книгу. В книге есть какое-то время, которое тянется от рождения человека до его смерти, допустим. Или с того момента, когда начинает сюжет. Вот книги проходят с 15 лет, допустим. Но человек пишет эту книгу все время, в течение года. Он здесь допишет, там допишет. Она все время перед его глазами. То есть физическое время нашего мира, в котором автор пишет книгу, оно совершенно не совпадает с тем временем, которое описано в книге. И больше того, все это творение, все это время, когда человек написал книгу, прочел ее, не обязательно автор, она у него в голове, она перед ним, весь этот сюжет развернут перед ним. Он может в любой момент открыть на любой странице и начать читать в середину. То есть существование Всевышнего, оно не существование в нашем времени, оно находится вне времени. И в этом смысле Тара существовала вне времени, в заду плана Всевышнего еще до того, как мир был создан. До того, и во время его, и после его. То есть она существовала все время. На каком-то этапе. То есть в отношении Всевышнего, в отношении творения, то, что было до творения, и то, что продолжается творение все время, мы не можем говорить о времени, потому что то, что там происходит, в высших мирах, это не время. Оно существует все время. Все эти этапы творения, которые не творения, все этапы предшествующие творения, скажем так, условные, они не предшествуют. Они все время существуют. Если Каббала говорит о каких-то этапах, о каких-то мирах, которые находятся вне нашего времени, вне нашей реальности, вне мира, который называется мир действий, мир сиян. Есть более высокие миры, от силу, не важно. Вот эти миры, они не предшествовали миру, в смысле времени, они все время существуют над ним. Представим себе какой-нибудь продукт, да, как продукт создавался, вообще говоря, есть какое-то планирование, есть чертежи, есть потом детали этого, потом есть сбор, тогда какой-то компьютер или другой какой-то продукт. Все эти компоненты, они никуда не делись, они существуют все время, пока есть этот продукт, пока он создается и когда он функционирует. Есть планы, есть задумка, есть детали, все это есть. Но функционировать компьютер начинает в тот момент, когда его включаю, в первый раз. Вот начинается время жизни компьютера. А то, что на заводе были запланированы его конструкции, были запланированы его схемы, это не включено во время его работы. И эти все подробности никуда не исчезают, они продолжают работать. Детали находятся компьютеры, они работают. Схемы, которые были разработаны инженерами, они существуют, никуда не делят. Идея, которая была в создании именно этого компьютера, она тоже осталась, она в нем заложена. Но сама работа уже идет совсем там бегают электроны, появляются картинки. Я попыталась, это не стопроцентная аналогия, но мне кажется, она немножко отражается. Да. Давайте я включу, если я пропаду, так пропаду, а то мне уже надоело быть такой картинкой. Мехамы, я правильно понял, что выбор есть только в том случае, если есть тура в нашем случае, какое-то внешнее объективное указание. Тогда я могу выполнять его и не выполнять его. Иначе я нахожусь в какой-то закрытой системе. Как в том примере с человеком, который решил бегать по утрам, и тогда все он начинает рассматривать. Либо он бегает, либо он преодолевает какие-то помехи не бегать. У него есть какая-то внешняя программа, которая либо соответствует, либо нет. Вот тот человек, у которого нету внешней цели, там будет по сути неважно, пошел он к соседке или не пошел. Я не могу сто процентов ответить на этот вопрос, потому что мы знаем, что ну, скажем так, базовое требование от человека это соответствие божественной морали. И при этом оказывается совершенно нелогично. Человек, который не признает существование Всевышнего, он видит в своей жизни какие-то спорные или высокие иногда очень и исследует моральным принципам, при этом называет себя атеистом. И бывает наоборот, человек может называть себя религиозным, а никаких моральных целей на самом деле в своей жизни не ставить и не двигать. Поэтому это не сто процентов. На самом деле с точки зрения логически исключительно, конечно, должно быть так, как вы говорите, что если он считает, что мир детерминирован, то ему вообще он действует как-то так, как его левая пятка ему подсказывает. Ему сейчас хочет все это делать, он это делает. А тот, кто считает, что в мире есть божественные цели, он пытается ее понять и в соответствии с ней поступать, он должен именно двигаться таким путем. в реальности я не знаю, правильно ли я поняла ваш вопрос, но в реальности это не всегда так. Просто так жизнь устроена, что это не всегда так. Мы знакомы со всякими странными религиозными людьми, которые даже самые высокие какие-то такие должности в религиозных кругах занимали, очень были признаны, а потом не знаю, не в тюрьму попадали, но в всяком случае были близки к этому за всякие неприглядные дела. Известный рыбанеем всякие. Поразительно, если ты спрашиваешь себя, он религиозный, да, и как? И как он вот так мог себя вести? Ну, так вот бывает. А с другой стороны, какие-то там люди, которые не религиозные, которые разнили своих моральных принципов, действительно высоких моральных принципов, которые были истинно смерти и не предать. я правильно поняла вас вопрос? Может, я неправильно поняла? Андрей? Ну, даже для вот этих атеистов, для них был какой-то внешний моральный кодекс, который они приняли как какое-то указание себе и могли по нему идти, либо по нему не идти. В любом случае, это не тот случай, когда человек постоянно меняет свои принципы и подстраивает их под изменяющийся мир, под того, как бы ему было хорошо и так далее. То есть, какое-то должно быть внешнее указание, которое я не смог бы как-то под себя подстроить. И вот тогда есть выбор. Так получается? Да, я думаю, что так. Наверное, вы правы, потому что он живет в неком моральной системе. Он может считать, что она не от Бога, что она от общества, но она для него не менее обязывающая, чем Божество. Непонятно, почему. Да, ну, это там всякие Достоевки, да, Распутин, который разумом решил эту систему сломать. Но, тем не менее, она существует у него, да, «Звездное мир», «Небо над нами» и «Моральный закон нас при нас». Он есть где-то. И именно это то, что толкает человека к признанию Всевышнего, осознание вот этого закона, этого требования, что оно действительно не какой-то аттабизм вроде аппендикса. Ну, потому что так эволюционно было для общества полезно. Вот у нас создались именно такие законы. а потому что это вот часть Всевышнего во мне. А можно об этом не задумываться, а просто понимать это как данность, что это я, как часть себя. Я, допустим, в Бога не верю, но если я донесу, то это уже буду не я. Я даже жить дальше не могу. Ну, это, наверное, неосознанное такое признание Божественной Души в себе, я думаю, для атеистов, к примеру. И он живет по этому кодексу, тогда да. А если он живет так, как ему сегодня захотелось, то да. Как будет лучше для него? Если мы сегодня пригласили в КГБ, там не рассказывал, как дождь. Давайте отвлечемся от этого. Будем рассказывать с Майсерс. Вы не против? Можно только, я быстро попрошу вас, Нихама, если вас не будет на следующей неделе, можно нам, если возможно, текст дальше, а то мы на самом интересном месте остановим. Хорошо. Спасибо. Я просто сейчас уже немножко в панике, потому что я тебе должна сделать мой курорт. Я одну сессию заявила на Лиму, да, мне еще попросили провести, я обещала сделать, но у меня не было готово. и надо продолжать работу, переводить Шурха на Рух, и надо дальше книгу, я не все перевела, но я постараюсь не забыть. Пришлите мне напоминание на мейл, у вас же есть мой мейл, да? Ну, короче, я расскажу историю одну. Когда-то к нам приходил один человек на уроке в России, и он рассказывал про одного своего приятеля, как его вербовало от КГБ. Мне очень иногда хотелось сказать, ну, зачем про приятеля, скажи, что это был с тобой. Ну, во всех подробностях вряд ли приятель так все станет ему лично рассказывать. Хотя кто его знает? И вот он рассказывал в подробностях, как они это делают. Это очень такие психологи, да, вполне у них это отработанная система. Сначала немножко угрожают, что там не выпитнуты из института, туда-сюда. Она говорит, ничего от тебя не надо, ничего. Ты просто приходи вот в этот номер гостинки, мы посидим, поболтаем, ничего, ни на кого стучать, не дай бог. Ну, просто нам надо знать атмосферу, как и что. и вот они приходят и он решает про себя. Ну, не хочет человек, чтобы его выгоняли из института. Он решает про себя, что он посидит, ничего не будет рассказывать. И вот он сидит, кто-то ему рассказывает про всех диссидентов, которые вокруг него, с кем он знаком, кто с кем спит, кто там, у кого какие проблемы, кто где работает, кто уволился, туда-сюда. Все плетни, которые есть у КГБ про этих людей, а этот сидит и молчит, ему как-то неловко. И вот здесь он поддакивает, там он включается немножко в разговоры. И так постепенно, постепенно он начинает рассказывать что-то и сам. Один раз, другой раз. Чем дальше, тем больше. И постепенно он становится таким уже вполне профессиональным стукачем. И это начинается так вот понемножку, потому что человек действительно ему трудно взять и отказаться от идеи в институт поступить трудно, тебя сейчас выгонят. Это на самом деле совсем непростая штука такая. А он попадает в такую ситуацию тяжелого выбора. На самом деле в России моих времен это была серьезная вещь, потому что скукачей было очень много вокруг нас и очень многие люди такие разговоры с КГБ с ними случались. В частности, ко мне тоже приходилось. Я как-то пришла к подруге, она мне специально позвонила, когда к ней приходили с обыском, я пришла к ней и меня там как бы записали. А я, видимо, у них не, несмотря на то, что я там всякой подпольной деятельностью занималась, не была зафиксирована в этом кругу. И новый человек, надо с ним побеседовать. Но когда ко мне пришли, меня вызвали на работу посидеть, поговорить тем самым, с КГБшниковой, я сказала, отстаньте, я не собираюсь с вами вообще иметь дело. До свидания. Ни с работы не выделили, ничего плохого не было. А почему эта кошка у меня, по-моему, отключила? Нет? А нет, видно. В общем, это надо было знать, на самом деле. Это, на самом деле, с этими орками это очень интересно. Это самый простой выбор и самый верный. Любые попытки с ними играть, делать вид, что ты будешь, а потом не делать. Все это очень плохо кончается. Один наш знакомый, ему осталось два месяца до конца университета, и он решил, на чего там я с ним буду заводиться, я подумаю, он сказал. О! И тут они его подцепили. Он думал, думал, они начинают его дергать. В конце концерта он еле-еле кончил. Он был полный отличник вообще. Всегда. И тут его завалили на одном экзамене, в последнем фактически мог просто вылететь в последний момент и из университета. Но он обошел это тоже как все. Сдал другой спец. Не важно. Но я хочу сказать, что вот этот выбор, именно этот выбор, стучательный, стучательный, в России долгое время был очень актуален. и не так просто для многих людей. Это так сказать с бобой мальчик. Но видите, вот сейчас оно не падает, а тогда падало. А мне всегда было интересен обратный. Понятно, что выбор, ну, там делает кто-то стучать или не стучать. А мне всегда было интересно, откуда у людей берется мужество, потому что, ну, на самом деле, это довольно страшно бывает. Когда ты, ну, тебе реально угрожают и, несмотря ни на что, люди ну, сохраняют вот это. Я вот, честно говоря, я не знаю, это мой любимый Сахаров, я всегда каждый раз по площади прохожу и вспоминаю, думаю, откуда у человека силы были, вот откуда он это все, все только на него свалил. Ну, он единственный, не единственный, конечно, но вообще. Ну, да, откуда? Вот понятно, откуда, на самом деле. То есть, я думаю, что это все исходит из одного источника. То есть, если человек верующий, то понятно, что это исходит из того, что он вообще говоря действительно осознает, что это то, что это Всевышний от него хочет и что нельзя иначе, что нельзя быть подонком. Это как бы высекает из веры в Бога. А есть люди, которые и неверующие, и тоже для них невозможно быть подонком, как я думаю. Если я так поступлю, то это уже буду не я. Это просто похоже на смерть даже пулю, потому что потом всю жизнь с этим живешь. Да? Ты один раз предал, ты уже предатель. Надо нам как-нибудь вечер воспоминаний провести, нет? Ну, можно, да. Натан, слышишь? Это можно. Тут их несколько, вообще-то, это ко мне было либо к Натану? Более умный. Тебе более ранее, он еще довольно молодой, я так понимаю. Ну, хорошо. Знаешь, я поглубил собой с возрастом. Да, представитель Гамула, можно это дать, это интересная тема. Я думаю, что во многом это было связано с тем, что люди были молодые, честно говоря, и ни с какими другими параметами. Так, есть вопрос на обсуждение. Можно посмотреть вам в чат. Можете посмотреть, да? Если один человек идет против воли другого человека, можно ли это считать в определенной ситуации и идти против воли Бога? Он же дал права свободного выбора в стене. Ну, я даже не знаю, как это понять. Иногда приходится идти против воли другого человека. Что же делать? Если ты считаешь, что это правильно. Например, я хочу учиться музыке или программированию, или истории, а мои родители считают, что это неправильно. Я взрослый человек, я могу умирать свою судьбу самому. Все зависит от того, от ситуации. Ситуация, описанная здесь, она очень общая. В целом, нельзя сказать, что он где-то идет против воли Бога. А в частном случае, может быть, миллион разных вариантов. Что-то из дотронутых тем, кто-то может еще что-то сказать интересное, очень бы хотелось. Нихама, у меня вот по рассказанной вами истории, да, про знакомого. Это что же получается, что люди сами не знают, что стучат? Нет, он знает. Он потом понял, что он втянулся, а потом уже не слезешь в ручках. Нет, а поначалу он даже не понимал, он просто рассказывал и все. Он думал сначала, что он как-нибудь его не заставляет жестучать. А, он играл, он играл в игры. Да, да, да. Играть, заигрывать нельзя с ними. Нет, он не заигрывал. Он не заигрывал, он думал, что он их обыграет. Вот, считай себя умнее целой организации. Ну да, у них свои подходы, у них свои. Они знали, как его посадить на крючок, потом его не слезешь. Но вначале они ему сказали, что ты не обязан совершенно ничего рассказывать. Ага. И просто приходи, мы посидим, поболтаем. и не требовали от него ничего говорить. Он просто объяснил, сидите молчать, как-то глупо, когда тебе все рассказывают. Ну тут я скажу, да, 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 я знаю, это все знают. А вот вы знаете, это тоже, да. Как бы, тут слово ставил, там слово и постепенно, он с руком наружу, что он уже, так сказать, настоящий сукач. Ну может, этот парень, я не знаю, я уже не помню, как его звали. Так что, я его увижу, встречу не узнаю. Меня просто заполнила сама ситуация. Может быть, он и не про себя рассказал, действительно, про своего знакомого. Ситуация очень показательная. Насколько важно выбирать себя знакомых и друзей. Когда мы находимся в Галуте, да, насколько важно. Смотрите, приходили совершенно разные люди к нам. Ну да. Никого не выбирали. Они приходили на уроки к нам. У нас в доме было много разных уроков. И они приходили сидеть, послушать уроки Тары. И ты никого не выгоняешь, люди приходят, слушают. Ты кто, в Израиле? Не, не, это было в России. А, в России? Вот, да, я поняла. Какое там качество в Израиле? То есть, такое тоже есть, но... А, ну да, точно, я не подумала. Все. Ага. Все, я поняла. В чем загвоздка? Ну надо же. Ну сейчас как раз вот хануку, праздники, праздничная атмосфера, везде так смотришь. Кто какими глазами на кого смотрит, кто как улыбается. Очень такое показательное время. Как люди чувствуют друг друга сейчас? Подсидеть. Очень, да. Ну у нас тут не пол. Да, в общем, ну смотрите, если никто ничего больше не хочет сказать, то мы на этом закончим. И я надеюсь, что было интересно в этот раз. И посмотрим, что будет дальше. Ой, посмотрим. Прям спасибо, Нихама, большое, так интересно. Через две, через две недели тогда, ладно? Через две недели. И текст, и текст. Как Лена просила, я присоединяюсь тоже. Текст, чтобы у нас, ну, что-нибудь почитать. Нет, у нас много чего читать, но и вас тоже, чтобы было почитать. Ну, там не длинно, там просто, чтобы быть в курсе, и чтобы были, может быть вопросы ранее, это было бы тоже очень здорово. Спасибо, Нихама, вам большое. Вы на столько вопросов даете ответы своими лекциями. Серьезно? Да. Я очень рада. Ну, вопрос зарождается сам по себе, да, даже не конкретно человеку какой-то вопрос, а в жизни вопрос. Да я понимаю, да. Вот. И вы прекрасно даете обоснование двум видам реакций, куда привезет одного рода ответы, куда привезет другого рода ответы. Вот, в общем, спасибо вам огромное. Счастливо. Всего хорошего. Окей. Михаилам.